Исполнение регионального бюджета за 9 месяцев года рассмотрели на заседании правительства Тверской области, которое во вторник провел губернатор Игорь Рудене. Мы последовательно решаем задачи по увеличению доходов. Зафиксирован рост поступлений по всем основным видам налогов, отметил глава региона. По итогам 9 месяцев текущего года рост поступлений в областной бюджет составил 1 миллиард 257 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 34 миллиарда 653 миллиона. Это 73,5% от плановых годовых назначений. Сбалансированная политика нашего региона позволяет рассчитывать на укрепление экономического роста, отметил губернатор. По доходной части нам очень сильно помогает Российская Федерация, Федеральная налоговая служба. Мы без увеличения налоговой нагрузки на наших граждан, на деловые структуры, на хозяйшиеся субъекты, мы сегодня формируем достаточно устойчивый бюджет путем повышения собираемости налогов, которые сегодня положены по закону. С начала 2019-го доходная часть исполнена в сумме 44 миллиарда 723 миллиона рублей. Это составляет 68% от годового плана. Расходная – почти 40,5 миллиардов, то есть 58% от плана. Средства направляются в первую очередь на здравоохранение, соцзащиту, на поддержку материнства и детства, предпринимательства, дорожное строительство, сельское хозяйство, сферу ЖКХ. Все эти успехи оценили и эксперты, традиционно принимавшие участие в заседании. В частности, доцент кафедры госуправления ТВГУ Марина Цуркан. Она обратила внимание на межбюджетные транспорты, объем которых заметно растет. Мне кажется, что целесообразно проанализировать, насколько межбюджетные транспорты, которые предоставляются муниципальным образованием из регионального бюджета, способствуют и используются муниципальными органами власти для увеличения собственной доходной базы. Также среди главных расходов областного бюджета – поддержка муниципальных образований и государственный долг региона. За 9 месяцев текущего года расходы на его обслуживание сократились более чем в три раза. Губернатор также сделал акцент на значимости использования средств, выделенных на реализацию национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Минэкономразвития и Министерство финансов должны мониторить ситуацию. Все должно быть сделано вовремя и качественно, подчеркнул Игорь Руденя. Работа идет в плавном режиме. Мы видим достаточно хорошее устойчивое кассовое исполнение. Все, что сегодня было направлено на дорожное хозяйство, на объекты образования, на объекты здравоохранения, сегодня находятся под контролем. Бюджет – это индикатор реализации поставленных задач и выполнения наших намеченных планов. Выводы по текущей ситуации необходимо будет учесть при исполнении бюджета на 2020 год, отметил губернатор Игорь Руденя, завершая разговор на эту тему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова